Отдельные рамы никак, ну, фактически не соединены. То есть, например, при таком случае, когда у нас здесь стоит здание, и на одну часть здания воздействует эта рамонагрузка, а на другую нет, у нас пространство работы не обеспечено. Вот эти рамы будут давать существенные горизонтальные перемещения, а остальные рамы будут стоять на месте. То есть, жесткость пока диска не обеспечена. Что нужно, чтобы создать жесткий диск покрытия, друзья? Что? Скорее всего, связать рамы эти... Связать чем? У нас уже есть прогоны. Получается, посередине между рамами, сверху связать, тогда они не будут прогибаться. Как эти элементы называются? Балками. Уже есть, у нас распорки, это прогоны. Нет, балками может. Балки есть, вот они, прогоны, это балки, распорки. Связать чем? Горизонтальными... Элементами. Элементами чего? Горизонтальными элементами каркасов, которые называются на букву «С». Связи? Конечно, Анна, связи! Наше общение полезно вам, Анна. Безусловно, безусловно, друзья, это горизонтальные связи. Вот они, эти связи, запишите. Надо располагать так нюдь не везде. Да? Запишите, Павел, что для восприятия ветровых нагрузок покрытием создается так называемая ветровая ферма. Ветровая ферма, друзья, состоит из удивительных вещей. Стойками являются элементы верхних поясов, ригелей, рамы. Поясами являются прогоны, а решеткой горизонтальной связи. Работает она в горизонтальной плоскости, листа наклонена. И посмотрите, что она делает. Она уже прогибается как ферма. Но возникает следующий резонный вопрос. Мы их объединили. Но рама, как правило, рама в промышленном здании ставится со второго шага. По крайней мере, при малых пролетах. То есть первый шаг, основную конструкцию, ни в ангаре с внешним каркасом, ни с закрытием ставить нецелесообразно. Потому что у нас здесь есть возможность создать диск помимо рамы. И запишите, пожалуйста, что в ангаре, в цеху, неважно, откуда это не зависит, по торцу устраивается так называемая надвратная ферма. Надвратная ферма. Вот она. И, в общем-то, основной элемент, который воспримет вот эти ветровые воздействия, будут связи, установленные в первой шестиметровой секции, скрывающей конструкцию ворот. Мы об этом говорили на прошлой лекции. Вот это пространство ворот одновременно является связиевым диском. И вот эта ферма, смотрите, совместно со связиевым диском образует вот такой элемент. Жесткий, да? Ветер набегает, и он за счет вот этой развитости в плане перевращает все в опорные реакции поперечной силы воздействия на фундаменте. Это что касается вот этого направления ветра, да? Что касается снова, друзья, ветра, набегающего с торца на сооружение. Здесь точно такая же история. Если мы не сделаем с вами связи, то вот эта вот и торцевая, и надвратная ферма, и все остальные, они будут двигаться. У нас же здесь стоят связи, да? Помните? Но чтобы на них все передалось, нам также надо создать ветровую ферму по торцу. Итак, друзья, какие итоги? Здание представляет собой фактически стол. Силовой стол. Запишите. Вот, смотрите. Знаете, если заштриховать, да? Все геометрически изменяемые треугольники, которые окаймляют таким образом поверх нашего каркаса, то мы можем выделить вот такой вот стол. Стол. Ох! Посмотрите. Пустой стол с дыркой. Ну, вот этот стол, друзья, силовой, вот это и есть, и есть геометрически неизменяемая основа связевых дисков, которые обеспечат работу, запишите, на ветровые, да, воздействия, и вот ту самую, на первый взгляд, неочевидную пространственную работу. Друзья, ну, тут дальше начинаются интересные тонкости. Давайте рассмотрим теперь каркас внутри в разрезе. Там есть некоторые нюансы. Нарисуйте, пожалуйста, вот такой разрезик, друзья. Вот такой разрезик. Грубо говоря, по оси сооружения, да? По оси. Давайте посмотрим процессы, которые происходят внутри здания. Мы с вами определились, что передняя часть, а тем более задняя, это, по сути, ряд колонн, на которые и так может опереться система прогона. То есть здесь есть шарнир, здесь и так есть колонна, тут ничего нет, тут они опёрты шарнирные, жёсткие, это уже нюансы. Друзья, вот здесь есть маленький нюансик. Когда у нас воздействует вертикальная нагрузка на рамы, да? Рамы, друзья, чем большего они пролёта, тем они выше, да? Тем выше, тем больше соотношение жесткостей изгибных двух направлений. То есть если у нас, пока у нас эта маленькая фирмочка, там, метровая, да, тут вот она достаточно жёсткая и так, и так, да? А когда мы строим уже раму, там, высотой 4,5 метра, ригель, то очевидно, что из плоскости, а тем более накручение, она абсолютно ничего. Она работает только, да, в своей строго вертикальной плоскости, да? И запишите, Павел, что недостатком плоских конструкций, плоских, именно плоских, является необходимость обеспечения строжайшего, да, их работы идеально в вертикальном направлении. А ведь это не бывает. Ведь это не бывает, друзья. Когда её везут, она же уже погнулась, даже если это отправочной марки 12 метров. Прокат, из которого она сделана, на 12 метрах он имеет, как рельсы. Вы гуляли по рельсам, по железным дорогам, трамваям, да? Посмотрите на них. Это же кошмар. Как так можно, да? Так вот с ними то же самое. С чему это ведёт, друзья? Что конструкции имеют незначительные погибы. Это такое понятие «подибь», да? «Подибь». Вот она не прямая, это верхний поезд, да? И как следствие... ...некоторые эксотриситеты. То есть ферма имеет небольшой крен. Всегда. Малый крен. Малый крен. Что такое этот малый крен для конструкции, да? Когда вы передаёте здесь на узлы, неважно, сбоку, в одном уровне, или ставите, да это уже не столь принципиально. Прогон, да? Вы передаёте вот эту поперечную силу. Две поперечных силы. Одну. Друзья. И уже точка, линия вертикальной передачи этой силы не соосно центром тяжести конструкции, да? Всё. Возникает эксцентриситет, который, помноженный на совокупность опорных реакций, порождает главный бич лёгких конструкций, особенно плоских. Это крутящий момент, да? То есть фермы в реальном своеприродном происхождении, с реальными эпохами, в принципе, склонны к кручению. Более того, даже идеально ровные балки по СНИП вы все, глутавры, да, должны проверять на общую устойчивость. Понятие общей устойчивости, это то, что под нагрузкой конструкция достигает предельного состояния на изгиб позже, чем она просто скрутится на бок. Ей проще сыграть из-под нагрузки, уйти, чем разрушиться, да? И вот этот расчёт СНИПе или СП, стальные конструкции на общую устойчивость, он косвенно связан с этим процессом. И он учитывает малые, в общем-то, статистически полученные вот эти подними эксцентриситеты в самом элементе. Здесь мы с ними сталкиваемся уже в дискретном виде. Здесь уже очевидно два пояса, которые едва ли будут идеально сооски. Друзья, что делать? Что делать? Помогите! Выровнять её. Выровнять её. Но это же надо как-то мерить. Как там её выравнивать? Чё ты знаешь? Друзья, значит, передать силу. Устанавливаются, запишите, распорки по нижним поясам ферм. С определённым шагом. Шаг этот, друзья, запишите, диктуется гибкостью нижнего пояса. Предельная гибкость нижнего пояса 400. Даже растянутого, да? А в раме, кстати, друзья, в раме ведь у нас есть и сжатые зоны. Вот у нас они сегодня, ветер дует, там растяжение, завтра не дует, тут сжать. То есть, поэтому, друзья, ставится распорки с шагом лямбда равная 400 для вот этого элемента.